здравствуйте здравствуйте сегодня 9 декабря 2014 года канал артподготовка программ плохие новости я вячеслав мальч со мной студии дар баба джанин у нас прямой эфир так вот нам юлик антимир написал такая постоянная наша зрительница написала про дебаты с балашовым это были лучшие дебаты спасибо вячеслав на одном дыхании на одной волне ну и вам спасибо мне тоже понравилось кстати может быть потому что эту час дня был такой подъем ура вперед морозит еще не все плохие новости дня да 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 можно даже проанализировать еще какие-то хорошие вещи с ночи да и не все еще плохие вещи принес день так ну новости владимир путин поздравил с праздником героев отечества в георгиевском за да да в общем-то много он там интересного сказал я не видел но почитал стенограмму ты знаешь вот поражает этот человек просто потрясает вот я процитирую пожалуй мало найдется в мире стран где эти качества а а ой но он про сейчас качество я сказала вот ваше поколение всегда будет для нас примером честного бескорыстного служения россии мужества стойкости перед которым бессильна любая сила и дальше пожалуй мало найдется в мире стран где эти качества составляют основу национального характера где подвиг во имя чести и свободы родины стоит на самом высоком нравственном пьедестале вот пусть путин назовет ли хоть одну страну мира который не ставит подвиг во имя отечества на самый высокий пьедестал к любую страну пусть он назовет нет они ставят там они как нет главное долга дороги да как ты сделать их нищими там вот они так у них такая политика у обама нет я не знаю кого он имел в виду но это очень забавно конечно причем тот кто писал текст идиот ну и тот кто читал еще больше идиот представляешь даже те даже террористы не ставят во главу угла да и идею они как не незадачу вот я для себя один комментарий только записал видишь тезис прямо один только написал опять в гитлера играет понимаешь то есть вот он постоянно играет в кого-то чаще всего сейчас в гитлера он начал играть гитлер выступал на полном серьезе там считал осу что немецкий народ какой-то там супер особый у них супер героизм супер я не знаю там еще что-то такое да то такого чем других народов нет то есть это игра фашизм это игра в гитлера самой натурально вот еще он сказал замечательно мы отдаем дань уважения тем кто в разные годы эпохи защищал священное право народа жить своей волей по своим законам то есть вот фактически он отдает дань уважения нам с тобой мы сейчас защищаем право народа жить своим умом без путиных чубайсов и всей остальной брату и понимаешь то есть мы защищаем он под сам понимая чем говорит человек но вы читал наверное ну конечно в общем традиции честу не герой конечно она такая древняя царь батюшка если ты помнишь всегда но он свои именины приглашал всех георгиевских кавалеров выдавал всем корзину там обязательно это левадия мускат левадия бутылочка там с ну непосредственно так сказать с его виноградников и так далее то есть много там был таких презентов которые ночи с царским можно было только из руки и из рук царя получить а поэтому конечно георгиевские кавалеры они были очень так сказать авторитетный он носить его обидную царю задвинуть генерал-губернатора там потом бы поставили в пост гвардейского миномета да вот и значит вот я для себя еще пометил интересную вещь у меня статья есть называется овцы дороже людей помнишь она как раз про этих самых про героев россии про героев советского союза ну вот герой герой советского союза ну путин же их тоже сейчас пригласил это конечно был так так сказать было высшее отличие люди которые совершили невероятные подвиги новыми прям как маринеску они не удостоились то есть удоставились лучше из лучших которые вообще ну там я не знаю как алексей петрович морись и вот я помню последние последнее время особенно когда юбилей был там 2008 году до учреждения звание герой советского союза их собрали всех в госдуме тогда путину не нужно не нужен был патриотизм они порождали тогда я вот врать не буду не помню полтора что ли часа мне все жалуются пришли и стояли у парадного подъезда ждали пока им начнут оформлять документы пропуска представляешь их то есть они стояли все на улице тогда они были не нужны то есть кремлях никто не звал никто никуда там их не использовал никакой первый канал там никакая россии 24 так далее и вот что характерно то есть герой советского союза это была элита на самом деле элита потом появились герой россии кто герой россии вот сейчас празднуют героев россии но фактически этих путинских героев потому что нельзя туда героев советского союза георгиевских кавалеров вталкивать потому что как их можно втолкнуть в семейку к дыровых и папа и сын кадыровы они герои россии можете представить там всякие шойгу патрушевые там кто я не знаю там их не steam числа вот этим героем как как вот бернард шоу говорил да что награды учреждены для тех чьи заслуги бесспорные но народу этой страны неизвестны вот так и здесь то есть народу абсолютно неизвестно кто это такие с точки зрения их подвига как-то их все знают вот там сегодня будем говорить про патрушевого еще что основная масса этого рыжий улики понимаешь они известно что они герои и и каким-то секретным указом они награждены за какой-то непонятный героизм там шойгу за какой-то непонятный героизм от чудо украины сейчас конечно вообще пачками они все станут герои тут интересно было конечно что много указов она награждение званием героя россии были подписаны в связи там вот спасением отара овец от селевого потока там еще отчет то есть почему-то я назвал статью овцы дороже людей потому что за спасение человека причем и даже спасающий очень часто погибают дают медальку а вот за спасение отара овец дали герой россии ну почему там с дефицит на герой на медали не дефицит она медаль нормально все стоимость барреля барреля нефти бренд поднялась выше 66 долларов ну да в результате торгов сегодня до 65 3 упала но понятно было что это нижний край что сейчас начнут ребят поднимать для того чтобы заработать денег то есть уперлись так оттолкнулись одна сейчас подскочек чуть-чуть там опять вниз собирает в общем-то неплохо сейчас уже представляешь вот 67 25 перед тем как вот мы начали был сейчас может быть и еще больше она а наши сми ждут когда пойдет вверх чтобы успеть написать что нефть подняла да и так и ближайшие они да я в специально отберу и вставляю что был еще смешнее потому что они все вот там нефть рвануло так что не догонишь и так далее очень забавно путин назвал рост цен на продукты временно ну правильность говорят мне ничего более до постоянного чем временные на самом деле что значит временные вот на на что он опирается и если он считает что временно рубль падает наверно не временно а безвременно так сказать а но он имеет ввиду они цены вернутся или останутся зафиксируются на каком-то не знаю вот сказал временно понимаешь время ну конечно время они с точки зрения нашей ткани и уйдут гораздо ниже эти цены и дальше будет вообще все очень неприятно еще он сказал совершенно гениальную фразу я для себя пометил путин удивился росту цен на бензин при дешевеющей нефти и вот он сказал про этот самый как он даже выразил возмущение да да он он сказал это как вообще понять а куда фас тогда смотрит но антимонопольный комитет федерал имел вас команду фасу дал команду фас ну некоторые вещи вызывают конечно вопросы вот на 10 процентов на 1 декабря увеличились цены на нефтепродукты при снижении мировых цен на нефть на 35 это еще не все но основной рост зафиксирован в розничном сегменте и так далее в общем много вся всякого наговорил слов ног но из них ничего не понять понятно что либо он вообще не сечет в ситуации либо он картину гонит на мой взгляд что скорее всего уже потерял зачем заправляется что заправился бы пару раз да грубо говоря год назад и сейчас сразу и вот удивление путина помнишь как в анекдоте было за про белую и черную корову помнишь этот анекдот ну когда 90-е годы любимые вернее 80 даже анекдот когда быка племенного купили для какого-то там колхоза привезли он осеменять должен коров ну и значит там белую и черную корову запустили к нему и поставили дядя ваню который должен следить что там будет но приходит говорят ночью дядь ваню бык трахнул белую корову ему говорят ну тут приличные люди ты как свой так сказать жаргон он еще крепче сказал надо сказать чуть-чуть другому хочу сказать удивил ну ладно наша опять приходит бык опять трахнул других коров привели бык опять трахнул белую корову ты чё дядь ваню тискали удивил но отходили он все время одно и то же говорю вдруг приходит а сегодня бык очень удивил черную корову они как общую очень-то удивил а потому что опять трахнул белую понимаешь тут та же самая ситуация путин на протяжении всей своей карьеры так скажем президента и премьер-министра мы приводили пример каждый день каждый год а то и два раза в год рассказывает что цену на бензин надо снижать и что это вообще безобразие и так далее они при этом только растут а он разводит руками ну может быть тут два варианта либо в отставочку писать заявление либо в дурдом уходить потому что тогда лечиться надо частично закрывает крупнейший волгоградский металлургический завод красный октябрь консервирует консервирует три производственные цеха да и тут вот как раз выступление улюкаева в этой связи по поводу того что он спрогнозировал что снижение инфляции будет во втором квартале что будет подъем производства и так далее вот это вот новости она очень забавно она так в унисон да то есть что такое завод красный октябрь но этот завод на котором шли бои за сталинград основная точка так сказать напряжение сталинградской битве уже в июле в июле 43-го года я напоминаю сталинградская битва закончилась февраля там паулю с начале февраля сдался так скажем и уже в июле завод начал давать продукцию можете представить то есть в августе он уже прокат гнал этот завод уже делали из этого проката на трактором уже шлепали танки где тоже шли бои и после этого не останавливался ни на секунду и сейчас они хотят свернуть часть производством ты понимаешь когда идет речь о сворачивании части производства в общем-то это все кранты то есть это вот улучшение такое постигла новый сталинград до во вторник всемирный банк понизил экономический прогноз для россии на следующие два года на фоне падения цен на нефть в общем-то тут даже комментировать нечего понизил и понизил еще если бы он повысил тогда бы нужно было удивиться но это не на фоне падения цены на нефть ты же сам понимаешь то есть и мирный банк нас не не удивил не удивил да абсолютно не очень не очень удивил российский бизнесмен владелец волга групп геннадий тимченко отказался строить керченский мост из-за высоких репутационных рисков он заявил это очень тяжелый для нас проект не уверен что мы справимся не хочется брать на себя репутационные иски непонятно какова будет стоимость проекта никто не понимают какая там геология и так далее и тому подобное это тимченко тот человек который возглавляет часа возглавляет всех шахматистов да не умея играть даже двигать фигуры не умеет возглавляет умеет не ну двигать может и умеет возглавляет всех хоккеистов до возглавляет всех нефтяников и вообще то есть занимается всем чем угодно к чему не имеет вообще никакого не имел касательства с точки зрения образований бон кгбшник обычно и все такой же как и вот вопрос такой ко всем что мешает тимченко который жнец и ткец и на дуде и грец как про таких говорят сиську письку кинжал он в одной руке держал да еще делать стать моста строителем что ему мешает потом говорит репутационные как риски какая у него может быть репутацию тимченко о чем вообще речь то есть это репутация самого последнего раз последнего о чем речь как может что ему мешать вот как ты думаешь это как я думаю что он боится как он засал он конечно он жутко застала почему засал потому что для него понятно что путину скоро придет конец и придется за все отвечать а вот этот мост в керчь это его тимченко связь с крым нашим такого крым не наши все умывают руки он валит куда-то на запад и там его защищают точно так же как янукович сейчас защищает интерпол и никуда его не сдают так и тимченко они будут защищать потому что он нефти трейдер там и все остальное и и главный шахматист а вот крым наш это все это он расписался поэтому путин я тебе советую бери свой тимченко зашкиряк и заставляй его делать этот мост чтобы он не соскочил стена на границе украины и россии обойдет с киеву 8 миллиардов гривен этот парадокс представляешь яценюк заявляет о том что стену будут строить четыре года за 8 миллиардов то есть таким образом яценюк считает в отличие от тимченко что режим путина продержится больше четырех лет но от того же строить стену но не будет режима путина до строить стену не надо недороговато ли 8 миллиардов от одного конечно до 8 миллиардов гривен до заплатить и все нормально будет и не надо стену строить я вот эту я думаю даже гораздо нет я просто образом сказал я я вот эту не понимаю то есть для тимченко это понятно что все кранты а для ютюняка непонятно а вот для них действительно непонятно они думают что воюют с россией что да вот я тебе об этом и говорила шо все сказал ну люди нормальные все понимают там что это не так что не с россия не воюет а воюет ну с конкретными ну балашов не сидит поэтому в правительстве наверное наверное как раз я ценюк потому что сидит в правительстве над конструкцию вот так видит а балашов видит как совершенно нормальный человек который сидит на нормальном человеческом уровне мне такое ощущение что когда они туда отрывается там сидит какой-то механизм такой который отрывает им башку встряхивает убирает часть мозга потом ставить на место га все вот этот готовый премьер а это там президент готова это еще кто-то там готов у меня такое ощущение может быть давление денег потому что гигантский проект он всегда всегда всем интересен можно украсть на этой стене а потом сказать что это русские и украли все вообще ну ты знаешь я думаю что есть объекты на которых можно украсть гораздо больше чем на этой стене к ней будет особо пристальное внимание согласись к этой стене и потом там распишут все как к дороге которая ведет в эту в красную поляну да там всего до сантиметра посчитают и скажут точно кто сколько украл под не знаю но меня честно говорят очень сильно приглах это даже не в воровстве дело в самом проекте прибыль все равно приносит много строит а это такая безответственная вещь это же не может построить который возьмет да рухнет построил от стен будет рушится подпорку поставить шанхайская паника обрушила фондовый рынок китая на 5 почти на пять с половиной процентов да представляешь нам недавно предугадать как слово наше отзовет вчера мы говорим о том что китай достиг пика и как будет развиваться и что это самое опасное состояние вот на фоне того казалось бы заявление о что китай и гигей подсчитали все нормально да не прослезились а вдруг начинается обрушение такой значительный ты сам понимаешь что пять с половиной 5 и четыре десятых процента для китая это очень круто люди люди столько рассчитывают от ценных бумаг получить а здесь они за один день упали представляешь поэтому конечно интересная ситуация будем будем за ней внимательно следить я думаю что уже высказались я не слышал конечно но на думаю что киселевы уже высказали что это виноваты злые пиндосы кто там еще то в общем короче империалисты и намного и киевская хунта есть да 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 конечно они гривны играют против юаня китайских чиновников уличили в разворовывание лотерейных фондов да вот самый тут вот я извиняюсь тут мне написали мальцеву сами сказали что неизвестно что будет с россией по поводу стены чтобы не было любой человек может просчитать как ибо потрясение не ждали россию стену украину строить не будет смысла никакого весят свой убор будет внутри стена в данном случае не нужно знать все на правильность гать нужно только одного человека а вот насчет китайцев которых уличили в разворовывание лотерейных фондов это та же самая старая песня то есть на самом деле мы же понимаем что там в таком обществе как китайская очень сильно коррупция там исторически сильно гораздо сильнее чем во всех других странах и сейчас то есть такой момент настал где-то он там с 2000 может быть 8 9 года когда там вначале все там для фронта все для победы вперед ура а потом произошло очень серьезное разделение громадный разделена абсолютно нищих людей фактически рабов и на баснословно богатых на супер богатых людей вот а как бы среднем слойки никакого и нет фактически средний слой какие-то мечущиеся все время людишки которых там и и не так-то много поэтому основная масса конечно это абсолютно нищий и вот в этой связи в связи с этим да я себе тезис но тут пометил причина в том что декларирует коммунизм китай строит госкапитализм на базе тоталитарного государства и пока они не определят правила обогащения будет бардак это само собой разумеется то есть всем говорят о давайте строить коммунизм так вот эти строят коммунизм а вот какие-то отдельные граждане которым партия разрешила они строят капитализм и чиновник сидит и гитая чего я почему не строй капитализм ну то есть так такая же ситуация как в общем-то при путине здесь только даже более масштабная вот я написал почему раньше не было потому что было движение вперед догнать и перегнать была надежда и не такое зримое расслоение на супер богатых и нищих на лицо и еще больше чем прежде централизации власти и попытка ее сосредоточение в одних руках и поэтому вот это явление как коррупция замечена и теперь вот будет использоваться ну как инструмент в получении неограниченной власти руководителю китайцы цзиньпин си цзиньпином все время я оговариваю чуть ли не цинь шхуаном да там а вот и понятно что вот сейчас мы перед историческим таким моментом то есть глядя на китай мы не знаем что из этого получится то есть получит ли неограниченную вас и цзиньпинь или победит вот как бы более поскольку когда говорят что он там новой формации какой-то человек нужно понимать что нет там никаких людей новой формации о чем речь что он старой формации человек который просто трансформировал вот эту систему под себя и пытается делать это дальше пытается делать сталинизм а чем это кончится я не знаю только какие-то придут более либеральных взглядов люди которым которые сейчас сидят внизу им тоже хочется денег заработать и власть получить так далее а им не дают либо другие до либо другие тогда в любом из этих случаев мы понимаем в любом я подчеркиваю китае не очень хорошая перспектива потому что только если это будет решено путем какого-то значит путем каких-то переговоров путем договоренностей тогда они смогут сохранить вот этот экономический темп потому что вот эта политика очень сильно повлиять на экономику очень сильно я сейчас абсолютно четко себе представляю стоимость экспортной версии нового автомата калашникова а к 12 составит около 1000 долларов сша ты можешь представить что это такое вообще бред просто 1000 долларов за новый автомат калашникова при совке автомат калашникова себестоимость была 3 рубля у него там 340 что стоил автомат представляешь и здесь 1000 долларов они хотят он там может быть красивый выглядит хорошо но ни одно массовое оружие не может я имею ввиду стрелковый стоит 1000 долларов ну я не знаю 25 до 10 а ты пистолет до ну там что-то экстраординарные какие-то винтовки очень хороший знаю снайперский ну там 300 долларов они могут стоить и от предел 300 долларов вообще для оружия предела здесь 1000 ты имеешь ввиду оружие как оружие они оружие как произведение искусства потому естественно конец ну-ка здесь и не произведение искусства продают здесь они хотят сделать по 1000 долларов автоматы и продать каким нибудь в ливию там или еще куда кому не на хрен там не нужно они хотят армии продать россии по 500 долларов да но потом сказать ну мы здесь вот продали по 500 а там по 1000 вот у нас бы уже почти совсем купили да конечно и с откатами это как раз и выйдет те самые 50 долларов которым должен стоить я напоминаю что в розничной торговле в розничной торговле карабин симонов стоит три с половиной тысячи рублей это замечательное оружие вообще даже не 100 долларов да да у у сильных образцов у самых сильных образцов потолок в цены там 12 тысяч рублей 16 это я уж не знает просто супер-пупер что-то должно быть там какой-нибудь тигр девятого калибра там весь может он такой как у джима керри в фильме маска знаешь так уах вот там и куча стволов такой в разную сторону там выраги 12 калибр что я сказал сеток под калибр кстати какой-нибудь под 54 нет подписи какой тигр стоит 16 под 54 патрон да я в шить забыл представляешь вот вот что значит давно не занимаясь калашников под какой патрон не не сказали нет ну наверно я думаю что и опять сюда 545 я честно говоря не знаю к 12 посмотреть но точно что не более высокий калибр участники путинского народного фронта предложили вернуть в употребление в употребление статус врага народа ну что ж враг народу очень а чё это может быть уже это нашивать там на телогрейке как они но она же имеет тоже гендоиды обра обратно и обратно и так сказать силу рождает а действие рождает противодействие поскольку остис публикус да враг народа назывался время это сула придумал если ты помнишь одновременно придумал проскрипции то есть вот они же не понимают о чем они говорят они вопрос для них вот слуиса враг народа ради бога называйте кого хотите врагом народа в ответ для тех которые нас называют врагами народа придумаем проскрипции которые введем как-то придем к власти все эти людишки попадут под проскрипте под проскрипции поэтому в общем то очень хорошо что они себя так проявляют я не против чтобы они а кто предложил надо его запомнил очередь давай я сейчас посмотрю я там какой-то свердловского отделения народа города екатеринбургский блогер и руководитель местного патриотического движения илья белоус до екатеринбуржцы запомните пожалуйста илью белоуса он не должен так сказать остаться без награды да он остис публикус да то есть враг общества вот чем чем а а чем особенный вот сейчас можно отвлечь латынь чем особенно да вот там же некоторое понимание государства другое время вот арест публика чё слово республика произошло вот я сейчас про врагов народ заговорили и сразу же публика республика рез вещь общественно то есть государство республика это переводится как вещь общественная то есть в нашем понимании государства республика путинская вещь это володинская вещь а там республика даже переводе вот представь если бы россии назывался вещь общественная там тогда другое бы понимание с детства с молоком матери либо всосали другое понимание это как вот поляки у поляков в этом отношении конечно продвижение там речь посполитая то есть переводится республика вещь общественная речь посполитая это вещь общественная понять поэтому они мыслют по-другому не так как мы то есть надо чтобы эти таблички висели на всех местах вот заходит самолет путин а там табличка висит достояние народа куда не вошел в квартиру лиха рима ли все достояние народ чтобы все время помнить что ты тут грамм временно конечно поэтому вот они вот эти враги народа они не понимают что они здесь временные и все остальные в детишки здесь временные потому что что есть проскрипции проскрипции это в отношении их всех и всего их рода кто к этому имеет хоть какое-то касательство мы об этом говорили участвовал грязных махинациях иди сюда взял грязные деньги иди сюда как раньше или парагам парагам на в госдуме обсудили обострение отношений между россией и сша что там они наговорили вчера они наговорили мы до этого вопрос не дошли ну вот в связи с врагами народа очень очень важно тут там выступал некий значит некий ребят на выступали из министерства иностранных дел журналисты различные ну так я понимаете единороссовские и они заявили что сша у сша в планах госпереворота в рф не учли популярность путина то есть вот сша тук сидели там и думали как же переворот устроить тут в рф а тут путин такой популярный и ничего не удалось им вообще просто бред какой-то причем самое интересное что на это отреагировали в сша и опровергли информацию о желании сменить власти в рф это в общем-то как бы это все плохо или хорошо ну на самом деле это плохо был гораздо лучше если бы они сказали что прячет вот лишь от как мюнхенское соглашение с гитлером вот чем либералы в основном так скажем отличаются вот именно этим что мы там не хотим там портить отношения мы не хотим войны и так далее то есть есть диктатор к этому диктатору приезжают руководители ну вы как-то рассказывали у нас посвященный начал второй мировой войны есть прошлом году наверное до эфир это подробно рассказывать и вот приезжают руководители со всех стран фактически европы и подписывают мюнхенское соглашение и фюрер оказывается на коне и молодцом то есть тот диктатор который уже начал захватывать мир уже начал творить непотребство вместо того чтобы получить по шапке он получает протянутую руку и участвует самое происходит мы видим то же самое то есть из мюнхенского соглашения никто не сделал ни одного вывода а вывод только один этому учат я думаю во всех вузах где проходит история вывод один нельзя договариваться с диктатором нельзя оправдывать диктатора нельзя ни в коем случае делать вид что ты не обращаешь внимание на действие диктатора когда гитлер начал свои активные так скажем действия по захвату европы то ты же помнишь у шелленберга читали когда там русский бассейн захватывали весь самое ну ту часть которую была демилитаризованной зоны когда вводили туда войска что гитлер приказал помнишь он сказал если будет хоть один быстро хоть один быстро хоть кто стрель хоть на козе верхом хоть разворачиваться и уходить они зашли с оркестром без единого патрона чтобы не дай бог кто-то из своих не стрельнул понимаешь то есть а очень этого боялись нашелся бы человек который просто пульнул бы все они бы убежали все и ну не знаю может быть и была бы вторая мировая война но как бы не в этот раз и это вот очень серьезный показатель и это показатель того что они ничего не научились они опять битой не вижу все нормально мы мы не хотим ничего там никаких разборок все хорошо ну их можно понять это же не они вот ни один человек и не группа людей них есть свои избиратели избиратель слышит заявление путина о том что ваше правительство хотела свергнуть власть в российской федерации я думаю они опровергались для внутреннего употребления сказать но у них и так проблемы с цру и прочими всеми вещами да а тут их прямой обвинили во вмешательство в дела поэтому они перед собственными избирателями оправдываются и не может быть опровергают а если бы они промолчали чтобы сказали в америке американцы а молчат значит действительно хотели свергнуть и на начинают комиссии проверки у них же там это же не у нас вот еще одно заявление россии могут начаться массовые протесты в результате которых могут произойти такие быстрые перемены что владимир путин даже не поймет что случилось но это гарри каспаров в общем то да он достаточно правильно сказал возможно я надеюсь что он прав конечно когда все случится путин этого не поймет я подчеркиваю путин будет последним человеком в россии который который поймет так сказать сложность своего положения последним вот он будет все будут понимать что все путину кирдык а он будет до последнего считать что он молодец и на коне вот в этой ситуации может творить все что угол кирида сидеть до строить планы на будущее йоркс таймс пишет в россии возобладал мстительный изоляционизм ну вот ты спешишь вообще не такой что изоляционизм как всегда возобладал в сша не в россии не понимаешь а нет я понимаю начал о чем говорят они говорят про экономику и так далее мы говорим про политику в первую мировую войну кто до упора не хотел ввязываться сша не хотели до упора увязываться до упора во вторую мировую войну я так понимаю что черчилль подставил с первым харбором просто потому что имел информацию а и может быть не сказал я может быть у рузвельт не не сказал сейчас же все эти документы уже есть вот пару дней назад был была как раз очередная годовщина 7 числа перл-харбора вот и это как раз разрушила политику изоляционизма сша то есть вот там перл-харбор как какой обстрел там немецкими подводными лодками в первой мировой войне и так далее а так американцев не затащишь решать какие проблемы более серьезные чем там вот каком-нибудь маленьком маленького диктатора в маленькой стороне шатнуть какую-нибудь гранату захватить где там сидят 140 там 130 изменяюсь кубинских автоматчиков они на больше не хотят идти у них как ты правильно сказал есть избиратель который может там коса на них посмотреть и так далее ни другой стороны но мы же об этом уже много раз говорили она на что какие претензии к ним мы все время с претензий какой-то да мы говорим чё же вы не делаете то не делаете сегодня делаете того если они про допустят атомную войну значит мировые будут ну они же тоже самостоятельно полить ну я согласен с тобой что вот тут и правильно украинцы говорят вот что ты там сидишь и пеняют что ты на американцев пеняют что на украинцев что лан там путин не помогают свергать вы ну чё сами получаю может быть так может быть так но это значит крик души но я только рассчитываю на одно что всегда вечно изоляционистская политика сша поле именно политика не экономика в экономике сша всегда нормально она всегда заканчивается одним и тем же как за пруда то есть там накапливается на бабах и все смыло вот ну в этот раз может быть так же получится граждане россии стали хуже относиться к странам запада но лучше китая это показывает опросы левада центр и в целом ну и вообще всегда и левада центр говорит что и кукра и не стали хуже относиться то есть вот раньше это это тоже участники информационные и участие же как они да я поэтому не анализирую это но могу сказать что вот тем русским который плохо относится к западным каким-то людям что сейчас это взаимно что сейчас там то же самое происходит там такие же свои киселевы но может быть менее так скажем наглые менее злобные менее заангажированные они тоже несут свою неправду да установка арт-объекта в виде ока саурона над одним из зданий комплекса москва сити может обернуться негативными последствиями для москвы заявил рпц ну то тут конечно очень забавно вот там чет хотят установить какой-то этой москва сити ока саурона кто-то хочет какое вообще отношение к христианству или к чему-то это имеет то есть это имеет я просто не вкуп лет вообще ничего не ног саурона это из-за этого и у толкина из там все придуманы конечно это вообще это сказка толки властелин колец там думал это какая-то там древние там нет конечно то есть это это абсолютный дебилы оттуда вот что-то вынесли и пытаются рассказывать как это влияет на христианство как это может влиять на христианство это это даже не язычество это выдумка одного человека который написал книжку я и не читал к сожалению это может быть единственный из таких из рассказка произведений да ну как-то фильм смотрел с удовольствием пойду на хоббита вот сейчас будет 11 числа еще посмотрю ну а чего для меня как для православного человека нагибающиеся на по она этой самой патриаршей митри нагибающиеся крест гораздо страшнее чем любой окса урон который там где-то запустят то есть для меня гораздо страшнее вот эти а чем мотивирует да не знаю чем ну в свои бездемонические символа даром не знаю не ну там какие-то были там злодеи и орки там я не знаю какие-то эти демоны там силы зла понимаешь ну я не знаю наверно те силы зла которого толкина они даже близко не стояли к тем православным иерархам которые которые сейчас рулят ты посмотри что творится опять сексуальный скандал связанный садами из гомосексуализма на этот раз в московской семинарии семинаристы пишут открытое письмо выступают в газетах что их пытаются воротить там трахнуть что там устраивают пьянство что в келье приводит транссексуалов что товарищ хер знает что творится вот вертеп самый натуральный причем не в худшем понимании не в том как в рождественском понимании вертепа слова а вот в самом жутком бардак какой-то это устроили вот эти ребята в православной церкви и вместо того как спаситель говорил вот я говорю чаплину что как как говорил иисус что в соринку замечать глазу брата своем а в своем бревна не замечаешь но бревна ведь не видите и не только в глазу в жопе в своей е-мое ужас какой то вообще меня так это раздражает вот как человек православного то с гомельским с этим архиепископом скандал там тоже гомосексуальный то в казанской семинаре чего в саратской семинарии творится мы тут знаем нам рассказывали везде одно и то что есть везде садами ты абсолютно всю всю церковь полонили все иерархи но не все но большинство иерархов садами ты тащу друг друга тащу друг друга почему потому что создают лобби такой представляешь вот это плохо а и пытаются кого-то учить тому коса урона нельзя кто такой саурон да когда говорят о сексуальной ориентации да все равно какая она у них вопрос совсем в другом конечно конечно два важный вопрос это монахи монахи которые обед нестяжание приняли ездить ездят на лексусах кайфуют бабки тратит немыслимые че-чеи деньги они трачут они прихожан деньги тра деньги которые церкви принадлежат ты посмотри что происходит вот я спрашивали когда придете к власти что сделаете вот чистку сделаем в русской православной церкви жесточайшего то не монахи пойдут в монастыре на хлеб и воду я отвечаю за свои слова мали на хлеб и воду я с ними готов вместе так точно также питаться кто из нас дольше выдержит я причем не монах навальный нашел у жены патрушева дом за миллиард рублей если навальный не нашел у нее дом я очень удивился вы представляете у всех этих героев россии так называемых путинский серебряном бару понятно да в серебряном бару там и деревянный ящик это патрушев вообще для меня комический персонаж знаешь почему потому что помощь я рассказывал я как летал в этот в ухо но завод по уничтожению химического оружия на вертолете вот и потом стали сомневаться здесь в саратове про правители наши что я туда летал хотя я весь саяцкого в одном вертолете летел но остались сомневаться тебя там не было но я очень удивился взял справку что вот я был в составе там же регистрируют в составе пассажиров такого-то вертолетами 8 там еще был дмитрий федорович а яцков альсан соломон челан до толик сколов там куча народ марон там и так далее вот и они написали письмо патруш а я написал письмо патрушу потому что дали справку что на заводе ухо меня не было я написал что хреново ваши люди охраняют я был на заводе есть фотографии есть видео а даже даже нет нигде как бы не осталось никаких сведений он написал мне лично письмо как председатель фсб о том что меня на этом заводе не было можете представить не то есть такой клоун вообще редкостный мне пишет письмо я был на этом заводе и он не пишет вас там не было потому что вас там не было вот так это было то есть вы на вертолете туда вылетели а туда не прилетели но на аятского смарон у меня вытолкали на ходу просто бред вообще чистейший совершенно след за учебником историю россии могут переписать учебник географии ну это шойгу сказал он сказал что предложил переписать учебник географии его спросили а почему он сказал ну вот вы прочитайте и и тогда поймете почему не корсу не потому что надо чтобы получить да нет и вообще ничего не надо он просто знать что сейчас все переписывают поэтому географию нужно географию отвечать а конечно никого в жизни он его не читал ему не до этого да даже если прочитал бы навряд ли бы уже запомнил что там написано но ему же надо как главному географу в россии вот тимченко еще в главный географ и не записался тут у нас другой оказался главный географ представляешь ему надо как-то отметиться вот он учебник географии чтобы новые написали какая какая-то должна быть особая земля не такая глобус московской области там или вместе с тывой из которой он родом я не знаю и путин пообещал продолжить реформу российской науки да и очень очень долго он замечательно сказал он ученым российским не нужно слепо копировать существующие западные разработки обращаю внимание отечественные инженеры и конструкторы должны найти собственно оригинальные как говорят нелинейные решения задач стоящих перед экономикой промышленностью заявил путин и так далее и вот забавно что инженеры и конструкторы должны линейные задачи стоящие перед экономикой и промышленского отношения инженеры конструктор к экономике имеет вообще непонятно то есть ему пишет какой-то вообще от мороза который ну я не знаю что из себя представлять я даже к этому не было один из кого подсуропил какого наверняка этого своего путина никогда вот такой бред не писали но был свой так сказать бред ну чтобы это просто неграмотно даже с точки зрения стилистики так у такого я как бы и с точки зрения логики я еще не видел но то есть это дошло до самого низа получается то есть какой-то там клерк задней ногой свои пишет но самое смешное конечно это вот вот это нелинейное решение задач то есть представляете ситуацию ты как человек так сказать из госуниверситета вот можно например понять нелинейную геометрию там лобачевского или римона нет выучив и не знаю хорошо обычную стандартную геометрию или можно ли понять нелинейные процессы физики не зная обычную языку до понимаешь линейную там и так далее точно так же и здесь люди говорят людям говорят слушал у нас там копеечки нет он там у нас грубо говоря картошечки нет а вот а на хер вам картошка жреть шоколад и пирожки там понимаешь ну бред совершенный то есть люди те же самые от науки профессора там инженеры конструкторы кого он называл они хотят иметь элементарно иметь современную базу для работы им говорят а нахер вам база какая-то современная деньги на трать вы придумаете какую-то хрень не линейную агла как мы придумаем вот хрень не линейных что-то мне чем даже клич такой где левши да 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 мы по бедности своей мелкоскопа не имеем а у нас так глаз пристрелян что вот это герой науки путинской я против левши ничего не нет конечно но были да но суть то левши в том что действительно гениальные люди но просто помирают вообще ни за что ученые научились использовать солнечные батареи с кпд 40 процентов у это очень много них недавно только в единицах процентов были ну естественно если это австралийца сейчас он задвинули мы договор все тогда 40 про все конечно мы об этом и говорили что вот сейчас мы вступили в фазу когда все то есть все действительно все понимаешь потому что если у ядерного реактора про который мы там не к ночи будет помянут да у там вчера ли когда мы упоминали с его турбины кпд 38 процентов я специально потом проверил посмотрел оказался да прав но 38 это высший уровень так 32 до 32 проценты бьют до представляешь что здесь 40 процентов это уже выдали вот с низ фига что называется вот положили пластины все включили вот 40 процентов реально показал и сейчас во всем мире происходит изменение технологий и все эти изменения приводят к одному и тому же то есть потому что появляются новые формы но не формы я имею ввиду новые способы получения энергии так как назовем форму то она прежняя она боженька ее только одну придумал да просто ими будет вот укатывать крыши а может быть асфальта дороге об этом ударе дороге представляешь то есть вот те ребята которые я говорю миллион миллион долларов год назад просили чтобы инвестировать на между в америке чтобы инвестировать и в дороге начать делать я думаю что они уж скоро миллиардерами станут причем вот самое интересное что когда путин рассказывает про нелинейные процессы там кто-то какие-то занимаются синтезом кто-то делает какие-то вот эти панели которые 40 процентов кпд вот японцы к 2030 году обещают запустить подводные города и то есть таким образом сейчас научная мысль пытается решить вопросы старого государства пытается вот как рубище себя сбросить вот это вот старый государство почему хотят уйти под воду но поняли на острова для потому что надоело все это вся эта фигня надоел то есть хотят создавать анклавы под конкретное количество людей которые конкретно мыслят так скажем то есть чтоб туда всякая шобла не набивалась там motorola и так далее ну то есть чтобы была приличная компания поэтому создаем сейчас начинают создавать плавучие города такие самодостаточные подводные самодостаточные города которые еще и будут человека защищать на вода это идеальная среда это как пернатальный период да то есть как человек находится в утробе матери так он находится в утробе земли поэтому находясь под водой защищен от всего там от цунами которые на берегу смывают от там в извержении каких-то ночью от всякой ерунды вот они под водой там есть только баночка не лопнет ну я думаю что не лопнет тем более что в общем-то тридцатый год в нынешних условиях это очень серьезный срок поскольку совершенно великолепные и огромные ты видишь строение создаются там за год за два три это с учетом проектов немыслимых и так далее там каких-то немыслимых положений три года стоит самый высокий там мире небоскреб поэтому подводный город к тридцатому году это вполне преодолимо так скажем этого вот это нелинейное мышление понимаешь вот это нелинейное мышление но для того чтобы так нелинейно мыслить нужна база колоссальная ты можете представить что японцы на на это самое там на листочке нарисовали подводный город сложили оригами вот он вот он путин вот он не так не получится нужно огромный материально техническая база и научная мысль вот задаются сми вопросом почему путин так настаивать на минских переговорах потому что путин боится шановых ну а путин боится что его как бы сливают что я думаю что его советилась как каддафи да да вот это вот встреча и я думаю с оландом она тоже была недаром то есть там наверное не добрый да наверное все таки как как мы предполагаем там сделали предложение определенное по выходу из кризиса так называем так называемый и возможно это предложение исходил даже от самого путин то есть вполне возможно что предложил прилететь залететь как сказать прилетай хоть на часок да тогда минске то есть он все равно настаивает на месте потому что я понимаю что ему выгодно ввести в эту в это рассмотрение вот он все хочет протолкнуть этих боевичков до условно нежды и вы просто и самому туда влазить не очень хочется то есть он должен показывать что я до что я дистанцируюсь я вот их посадил за стол а вот они там договорятся не договорятся я не знаю так далее в любом случае это ему необходим для того чтобы в конце концов их скинуть а нет вот эти вот сепаратисты не понимают что когда не лавровские там принимают участие в обсуждении а они они за все и ответят не лавровский не путин будет отвечать чисто с точки зрения формального закона ответят все вот эти вот ныне днр овцы и лнр овцы и он в любой момент от них откажет скажет я вообще не при делах они скажут да как же нам деньги возили нам документы предоставьте путин давал деньги нет не давал пупкин вот пупкину все вопросы пупкин виноват и он будет как раз в гаговском трибунале ответили гинки да понятно что гиркин от стрелков и там таких стрелковых гиркин с разными фамилиями псевдонимами миллион они как устроены понимаешь все все гру и все фсб работает под псевдонимом поэтому потом крайнего никогда в жизни не найдешь вот еще один боевик с псевдонимом motorola ранил российского волонтера проверяя бронежилет мы делали кадры это оказалось какой ты видел эти кадры данные все прислал да какой-то певец корнилов там забавная ситуация привезли жилеты кевларовые славе поресенкова позавидовал да и этот я так понимаю решил корнилов испытать это на себе а motorola этот пострелял в него и из пистолета стечкина можете представить то есть у стечкин убойная сила колоссальная он засандалил в него я так понимаю три штуки и мало того что пули загнал но посмотрите вот кто не видел это это надо видеть просто там весь спектакль да когда ездили по больницам потом полным алтал что пули загнал в него я такой еще молнию от ширинки или откуда тоже туда эту собачку от молнии тоже в полость куда-то она уже жили спасла до зале да не ну да вряд ли ты чё за по проникающие там ранение вообще совершенно чудо что из таких показывают вот тупой еще тупее два дебила но ты знаешь меня чего впечатлил мне впечатлил вот этот вот самый корнилов но я к тому что человек который получил несколько пулевых ранений брюшину это множественные пулевые ранения живота и туда знайте да это достаточно тяжелый особенно мочевой пузырь это самое болезненное место у человека самый болезненный там средоточение нервных окончаний когда в общем то нас в армии учили владеть холодным оружием то мы прицельно тыкали штыками именно туда ну то есть вот у этой ростовой фигуры именно били в мочевой пузырь потому что понятно что этот будет так орать что у всех малодушных кровь в жилах за холодей это именно туда ему попали пули но у него не было никакой реакции то есть мне потрясло такое ощущение что ему не было больно может он что-то обнюхался может обожрался перед этим чего но что он у него был измененный стайм сознанием был явный не в себе и не от выстрелов потому что это это вот забавно конечно я нам ты ватные комментарии нет нас чем они говорят вот это действительно по-русски вот чувак мужик а кто так из американцев может пулю там живу славида словить и просто так главное русской вопрос ну ладно ладно ты это вот написать себе на лбу я мудак да условно говоря искать вот ты смог бы вот так вот ходить я мудак да ты знаешь у меня в жизни был момент так милый который до который я расцениваю именно вот таким образом как привезли жилеты и эти из 53 что ли они назывались я решил испытать но я всегда испытал то что в общем то своих бойцов одевая отдел на манекен естественно и на человека но так как использовал для начала пистолет макарова и потом более сильное оружие но с большего расстояния то решил что ну нормально там с 3 метров там из 5 там выставить с близкого расстояния там груди металлического такой виски в лару на груди металлическая пластина и меня интересовал динамика я подпер эту огнетушителем этот манекен и вот он стоит вот я оставим все нормально я выстреливаю рикошеты и пуль попадает мне в локоть вот ты знаешь и об этом тогда никому не рассказал вот и кто видел я стал я голову оторвусь и вы вы расскажете я просто вас съем нафиг не было ничего я ударю он был весь черный клок сме мне потребовалось длительное лечение медицинской помощи и все такое прочее мне так было стыдно что я такой идиот представляешь просто же 18 лет мне не 18 лет мне ко мне это был в аллегро мне надо мне было 30 лет и я как раз если был 18 ладно мне был 30 лет и я я весь просто из переживался и потом когда у себя в конторе делал тир я сделал супер то есть заставил сделать супер ловушки чтобы уж пуля никак не могла не вернуться ни в каком состоянии никого так сказать никому повредить вот я просто корнилова вот этому хочу сказать вот представь себе корнилов да и вода роли эту жилет целый фильм сделал когда мужественно жилет классный вопросов нет вот был бы он был бы классный и не пустил бы пулю удержал бы ее но вот я не увидел большого мастерства в руках этого моторолы гарантии что он попал бы в живот они в грудь нет никакой вот он попал бы те корнилов в грудь сломал бы ребро но залезла в легкой ты бы захлебнулся крови от того стоил даже лет бом не пробил до пуля бы застряла легкая сломалась попал туда нафиг это было делать я не понимаю у вас мозгов нет он видимо хотел получить премию дарвина но я не удалось с первого раза в следующий раз повезет и вопрос такой еще правоохранительным органам там они остались в этом днр и лнр это уголом наказуемые деяния то что совершил на торолу там какая-то реакция будет там примут какое-то решение да мне кажется они каждый день на на курице и друг другу полят может это у них такое как сказать развлечение может быть это у них развлечения а вот у тех людей которые там проживают несколько миллионов человек в на этой территории и рядом с этой территории проживает несколько миллионов человек то есть все вот кто в этом конфликте завязан у них тоже такое развлечение как теперь уж и не знаем всяком случае корнилов еще еще это же не просто так проникающие ранения еще отзовется конечно я хочу живот не дай бог депутат верховной рады расстрелял фото фото рамзана кадырова игорь мосичев бывший руководитель батальона азов это посмотри что-то у меня чат куда пропал опять там кнопочку можно не туда наживаю не но это просто перескакивая вернее страницу хорошо хорошо да тут вот видео тоже есть этого мосичука который причащается а потом нас к рамзану там говорит всякие слова добрые да не добрые говорит что за ним придем и стреляет в его портрет ну вот в данном случае я не думаю что имел смысл стрелять в портрет если там вот днр в целом ровцы отметили с тем что порошенко на дуэль вызвали но порошенко может на это никак не реагировать а вот если бы сечу вызвал в рамзан кадырова на дуэль и сказал бы ну чё трус там придешь не придешь тому сложно было бы не реагировать представляешь если бог пригласили ну дуэль сколь да вот пожалуйста у тебя есть твоя территория грубо говоря на днр и лнр у нас вот украина давай где-нибудь там встретимся и разберемся по-мужски и вот как бы он отреагировал на слабо да ну слабо и тут был очень забавно ему никак нельзя было бы спрыгнуть потому что постоянное было потом шла бы травля в интернете он бы туда уж в свой любимый инстаграм уже не вылез может это какое-нибудь мистическое действие воду там или фаюмский портрет например ну да нет но в этом в этом есть определенный смысл так сказать хорошо в мистическом действии до кадырова фаюмский портрета организовать вот украинским депутатам усилили охрану после угроз кадырова я не думаю вообще что как бы это имеет смысл потому что угроз на самом деле пустые абсолютно пустые да так принято у них так принято но на военных для службы в арктике будут готовить в нижегородской области нет очень смешно конечно ставишь я проходил чинин не на бога проходил службу и тактику погранвойск вот и там есть такой момент выживание в условиях северной межзлоты ну я изучил изучал багратионовский калининградской области очень замечательно изучил и просто был молодцом в этой области пока я в теории да в теории пока я не встретил человека который отслужил сверхсрочную службу в отдельном арктическом отряде и обычный зимой обычный зимой он в общем-то продемонстрировал ну как обычно все равно температуру там минус 20 чем-то градусов было он продемонстрировал такие как мне казалось чудеса они в общем-то самый нормальный для него в его понимание когда мы там все чуть до смерти не обморозили себя ему пофигу и так далее то есть совершенно какие-то невероятные там вещи которые мы не могли постигнуть да даже зная этот предмет того что эта практика то есть он давал какие-то минимальные советы и все и все нормально получалось смотришь все как бы все работает ты ты живой оружие нормально все хорошо понимаешь поэтому вот нельзя постигнуть арктику в нижегородской области совершенно очевидно это как как какие-то вот путинские вот эти вот путинска эти географ ты как господи шойговские какие-то придумки да пари думки вообще потому что но если бы они там отправили куда-то людей на новосибирские острова и обучали бы их там ну да это это дорого в нижегородской области где брошена воинская часть а почему бы нет да ну нормально давайте сделаем будет там арктика шки будут играть до журналисты публицист виталий портников считает что нарушение россии будапештского меморандума позволяет говорить о двух сценариях развития событий один из которых ядерная война ну да в общем-то он я уже честно говоря сбился уже кстати пора на вопросы отвечать 1 до 1 2 в общем-то это они связаны оба с будапештским соглашением то есть украинская программа да и ядерная война собственно вот я его я его послушал портник он достаточно умный человек и среди тех кто там украине вещает он в общем-то наибольшее впечатление произвел на меня и не написали сегодня не хотите прямой эфир с ним конечно хочу конечно хочу очень очень приличный человек не очень понравилось как он мыслит а мыслит вот в отношении ядерной войны мое внимание сильно париковала почему может быть я и избился в последовательности потому что он говорит о том что сейчас в общем-то понятно что через 15 лет только в самой какой-нибудь там хилой стране не будет атомной бомбы только я не знаю там ленивые или абсолютно глупые ли те которые занимаются путинскими нелинейными процессами не сможет сделать ее на коленке то есть ну мысль мысль понятна вот такая поэтому и сейчас когда есть чертежи тебе все соберут да конечно как наути вас собирали да и даже знать не будут что они делают да и вот тут госдеп как раз отметился очень здорово что этот каковых роус гют мюллер заявил что вот в случае продолжение этого пути ну то есть изготовление ядерной бомбы на украине вас ждет статус страны изгоя как северную корею или иран то есть это вот такой забавный человечек там из сша который совершенно не понимает того чего понимать все нормальные люди что завтра придет день когда любой студент физик сможет изготовить в свои учебные лаборатории ядерную бомбу ядерный терроризм это будет свершившийся факт и вот здесь наезжать на украину что она не должна там иметь ядерного оружия хотя дали надо хотя она имела и никто не выполнил обязательств в отношении украины ну наверное это просто глупо просто они не видят дальнейшего развития событий вот как 11 сентября сильно удивило так их удивит и и следующий этап они к этому этапу вот вместе своим обамы они абсолютно не готовы они не о том думают поэтому сейчас конечно если есть там какие головастые люди мы говорили о том наверно год полтора назад если помнишь что был такой план как применить ядерное оружие ну чтобы какие-то там злодеи применили ядерное оружие а потом вариант 0 то есть вариант 0 это тот который предложил горбачев и или же с ними да с ним в париже то есть тот вариант когда все у всех просто отнимается ядерное оружие по причине того что она принесла очень много бед и никакой опасность не сдержала то есть вот либо надо ждать либо будет ядерная провокация кто-то что-то где-то взорвет тогда будут всех нагибать у всех отнимать и так далее то есть это тогда будет спланированная наверняка акция либо другой вариант когда все выйдет из-под контроля это произойдет уже в ближайшее время все начнут шлепать их как пирожки эти атомные бомбы и дальше в общем-то дальше мир не предсказуем можно конечно нарисовать какую-то картину так скажем что будет дальше но она уже без ядерного взрыва не обойдется потому что слишком много участников европейское агентство по воздушной безопасности начала расследование воздушных инцидентов на границах евросоюза ну тут какие инциденты тут в общем то мы знаем что российские самолеты неоднократно сберли сближались опасно сближались с другими самолетами в нейтральном воздушном пространстве причем это были как истребители так и бомбардировщики бомбардировщики ракетоносцы вооруженные ядерным оружием поскольку они не отвечают на запросы вот характерный фотография вот и хорошо сюда выложил вот летит f16 насколько я понимаю тут 95 насколько я понимаю зенгельса наш вот сосед через волгу и вот у f16 если вы видите снизу пилонные баки ну насколько я разбираюсь в f16 скорее всего пилонные баки зачем у пилонные баки то есть это понятно что его снарядили для сопровождения российских бомбардировщиков то есть его снаряжают вешают баки чтобы мог там очень долго лететь он летит а у него система о предупреждении об опасном сближении самолетов в воздухе то есть гражданские диспетчера видят что он летит все там все остальные самолеты видят и он летит рядом они может даже на экране ралось как одна цель бьются то ну как конец сама одна цель 2 единички естественно все равно они как бы идут вместе и это самое вот так вот так такая теперь у них работа вот сейчас в калининградскую и литва латвия и калининградской области я так понимаю были ареной некой такой борьбы когда летел несколько ту-95 с ними летели ту-22 м3 это ракета нос и тоже причем они никогда вместе не действовали это какой-то вот шойговская выдумка но может бондарев это выдумал он все-таки и летчик истребитель дальней авиации такого не было чтобы они вместе летали у них как бы даже скорости разные это сверхзвуковой ту-22 а я у этого там еле-еле 800 километров он нагребает своими винтами ну вот и а там за ними еще ан-72 это гражданский ну грузовик так скажем и он прилетел я так понял в калининград а с ним прилетели еще так называемые у 34 ли ту-134 военные это первоначального обучения пилотов дальней авиации то есть туда загоняют толпу пилот в дальней авиации и они летают по маршруту ну чтобы не гонять боевой самолет и они вот вот этот маршрут вот эти тушки пролетели чтобы научить людей а в ан-72 обычно такие самолеты у командиров авиационных полков истребительной авиации для перевозки пилотов истребителей то есть грузит туда пилотов истребителей сменные экипажи и все а машины перегоняются ну так как пилотов всегда больше чем машин то есть как ты им еще надо лететь то есть это чтобы перевозить пилотов уже к самолетам где они есть то есть вот такую часть пилотов я так понимаю истребители перевезли в калининградскую область но это мои рассуждения может быть и не так так ну что ответим на вопросы давай я сначала когда до объявления от наших спонсоров спасибо александр степанович у нас поддерживает на благое на благое дело вот написали спасибо за ваш нелегкий труд я хотел бы сказать что труд наш достаточно легкий в том смысле что правду говорить или хвой приятно и всем рекомендуем и вот олег из калуги по поводу игил написал но он очень длинный написал я все зачитывать не буду он но мысль такая что и дел это у нас в калуге и он там приводит много примеров что мечети строятся храмы закрываются и так далее так далее то есть в общем очень очень много сил в общем игил в калуге уже когда тут вот мне написали что медведи который сбил тепловоз помнишь это вот видео недавно публиковали там бежал медведь кричали дави и так далее что вот пишут значит что в норильске заявили официально что животное живо люди пишут сомневаюсь и в общем-то врут ну на самом деле действительно как-то забавно представляю незабавно конечно все таки звери сдали пришли посмотрели раз он там не лежит значит он живой да это это как-то очень странно я помню сразу у нас а он а вон это дедушка ленин лежит до живой у нас случай такой был я помню мы на выборы у этого самого главы вольска торопились тогда я хотел переиграть аятского и избрать своего руководителя там мне это удалось но избранный нами свой руководитель предал нас ровно через 40 минут но это неважно и вот мы торопимся и друг собака выбегает колеса я сразу блокирую все колеса блокирую держу машину ну естественно мостами и и задеваю на бум-бум слышно под это ударил в поднище да и смотрим а раз сторону куда-то метнулась побежала и я начинаю останавливаться посмотреть а мне кричат быстрее мы не успеваем потом посмотрим приехали все дела сделали и назад едем я грустный такой собачку задавил жалко товарищ когда нет ее не сдавил она убежала другой у нас скептик такой игорь да нет она бежал и умерла и вот значит и мы приехали ищем ее ходим но не крови ничего и собачки нет вот я буду видите она убежал я довольный значит а игорь нет нет от хозяина наш хозяйская была он ее взял и похоронил и в общем начинает мне соль на рану сыпать и вася говорит ну вася ты знаешь он гачевым учиться мужики дать проголосуем кто за то что собака жива ну мы вдвоем наш подняли руки кто за то что собака погибла игорь поднял ну все большинством голосов собаку мы признаем живой так что не парься вячеслав собака жива но едем так уже что-то долго ехали устали и вася хорошо я бы чё хорошо что вовремя проголосовали а представлять чем случилось если бы мы не проголосовали это могла и не выжить пляж вот этот кстати а к чему рассказал вот это на к ажи собака шредингер до шредингера вот это ощущение у депутатов в госдуме в российской что от их голосования что-то зависит понимаю что-то они вовремя если они не проголосуют ну все мир располит низких до солнца не взойдет на востоке вот и кстати вот насчет медведя я вспомнил сразу же помнишь был русский проект ну все у нас получится там все у них получится помнишь это спятого потом он развивался это реклама была и молодые люди которые не знают ну посмотрите такая добрая реклама но она понятно заангажированную понятно кто ее делал вот и был один рекламный ролик который вошел вот в коллекцию жанна-мари бурсико это ночь пожирателей рекламы ни одна российская реклама туда не попадала и вдруг попал вот этот ролик но парадокс этот ролик из проекта этот русского проекта но его в россии не показывали он из русского проекта но его не показывали представляешь а показывал так вот сказал жан-мари бурсико там я помню видео такое медведь в почему я про медведь и значит он там где-то вот в районе того же на риск он там трется оба стрелку механическую и раз и стрелку переводит и по паровоз и летит такой красивый там россии написано флаги какие-то народ там гармошки играют и он едет не сюда вправо в тупик там написан тупик и он туда в тупик в это медведь потерся и пошел уезжает и написано все у них получится вот этот сейчас это вот очень сильно напоминает когда мне про этого медведя сказали я подумал что тот медведь потерся стрелку ему и сейчас вот едем в этот тупик с этим машинистом путиным так значит вопросы отвечаем на вопросы в чем помаши маме это оттуда да да помаши помаши маме там потом про котенка пара машинами очень мне понравилось но парень для себя конечно заработал этот как его на чё-нибудь заработал но не штрафбат в чем основная проблема путинских спрашивают я написал то тысну что быстро не тянуть проблем путинский в том что у них нет идеи и нет идеологии воля фюрера и человека ненавистничество не может быть целой идеологии а могут быть только его и малой частью действительно они что-то там какие-то про русский мир проходят не идеологии то что они говорят это это полная фигня и поразительно то что они не могут не то что идеологию выдумать мы уже сегодня говорили об этом текст составить для путина какой идеологии может быть речь представляешь какой кризис совершенно не только кризис политический не только кризис экономический кризис духовный кризис мозгов те люди которые обладают мозгами они вам как тимченко а я не буду строить вот в крым мост потому что там вот что то потому что я не хочу к этому или как володин который чтобы меня не так меня не показывать я буду сидеть в углу в зале а потом я скажу что я вообще был там в стороне и не принимал никаких этих решений так далее то есть это очень заметно ну хорошо распадается для лица сергей макухи написал вячеслав вы мне приснились возле с вами виду эфир новостей значит мы победим дракона путь кино да кстати давайте как как-нибудь у нас будет этот мост и чтобы чтоб сон сбылся то будем в эфире ты как азик я не знаю да не знаю кто это ты с ним переписываешь в любом случае человек мысли которого нам интересны так вот меня тут спрашивает как от ни странно про мюнхенское соглашение я сегодня уже говорил про пакт молотова риббентропа коротко просят ответить вот что я думаю про факты молотова и риббентропа я думаю что сталин хотел обмануть гитлера гитлер обманул сталина то есть как помнишь фильм был детский такой соло соло для слона с оркестром там слону должны были дать лекарства мужику дали трубу туда загнали порошок или какую-то бы таблетку да и он должен был дунуть слону не так топ туда и и встали так что случилось слон дунул первым вот варианте молотова риббентропа гитлер думал первым наш так что вот так ну так бывает так ваше мнение о немцове и его идеи создания западный блок противовес вовенному восточному но дело в том что вот я не знаю чем говорил немцов я нормально к нему отношусь вот мы когда говорили в свое время о том что националисты делятся на две категории одна такая за западники а другие в а азиатского такого варианта восточники вот мы говорили что вы конечно на восток никогда смотреть не будем ну вот именно в националистическом понимании с точки зрения там каких-то объединений так далее потому что по нашему мнению именно оттуда исходит главная опасность для россии они с запада ну наверное если немцов говорил в этом же ключе ну наверно он прав я не знаю но я не вижу что вова реальность блоки до разблокировался удара за этого дается ну как желаемые за 10 задержали сказали какие блоки зачем блоки делать опять же это та же самая украинская стена до против одного человека блок против одного человека но в принципе ты идет речь о группе людей вернее об одном человеке костецкий игорь спрашивает добрый день спасибо вам за смелость почему многие люди россии осуждают вашу позицию при этом сидя на кухне говорят то же самое игорь просто как бы ничего личного до к бизнес за не вот люди которые сейчас вредят россии мы говорили это дураки предатели ну так скажем трусы то есть дураки предатели трусы три таких категорий и если вот эти люди к этой категории не относятся в какую-то из трех категорий они могут легко попасть четвертую категории которые думают точно так же как мы с эдиком как мы с вами но у них есть некая зависть то есть они смотрят вот это мы обратили на это внимание уже неоднократно с тобой да что люди видят что-то вот сидит какой-то мужик мальцев рассказывает какие-то плохие вещи про путина я тоже думаю плохо про путина но я же не говорю это вот там с экрана и так далее чем в этом такого и так далее людей надирают без и самые натуральные без их надирать потому что это зависть это гордыня это безусловно поэтому тоже не мешает на выходе да 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 мы муж не поезд не выходите не говорите назначить сидите молчит то что не обращайтесь на них внимание нам нужно двигаться дальше в своем направлении эти люди они в конечном итоге все равно прибьются к нам если они на кухне говорят то же самое рано или поздно они смирятся в том что значит а можно говорить вот в ящике мы же их и подбадриваем заставляем их говорить это более открыто не только на кухне так вот валентина амата написал я тебе сегодня говорил вячеслав добавьте меня пожалуйста давно вас смотрю читаю и поддерживаю я к сожалению не принцип но и не путинобод да и вот принцип ты спрашивал как можно назвать людей которые противовес ватникам ему у нас тут какой-то вот герой такой постоянный как какой-то призрак его постоянно витает это гаврила принципа да и как бы само слово принцип да да принцип само слово латинское да и принцип от то есть это тот вариант республики римской когда это еще не было империи когда не было императоров когда вроде все были равны то есть вот поэтому мы такие вот валентин амата родил словом и принципы да просто еще короче принцип привет они ватникам и там и паркенде классный так ну я не знаю это уже слишком или гаврилы хотя или гаврилы как угодно так что гаврила служил почтальоном и букву испекал трудяга говорим так вот еще нам сегодня позвонить нам человеку мы пообещали вчера и не позвонили потому что мы готовились так все здесь я вопрос так вопрос мы явно при уменьшается значение куда-то убежал глубины ватников они значение глубину ватников они не так просты как кажутся вам мне вообще ничего не кажется на самом деле вот если кто-то хочет сказать что они особо сложные те из ватников которые сложные это просто обычные предатели которые все прекрасно понимают ну просто им надо так говорить в там лавровки конечно дурал в ровке или леонтьев да и леонтьев все и и киселев тот же и так далее то есть вот этот типичный ватники которые прекрасно все понимают но им нужно так себя вести потому что где еще леонтьеву возьмут вице этим роснефти как вице-президентом росмахи это акции даже еще вообще так такого на порог приличном доме не пустят а здесь и он вице-президент конечно поэтому мы их не упрощаем они абсолютно разные мы сказали это предатели которые все прекрасно понимают и это трусы которые тоже прекрасно понимают но боятся из чиновничьего аппарате их очень много есть очень умные у меня друг детства сейчас работает одним из высших чиновников все понимает лучше меня ира говорит вот ты видишь вот ты же нам говорил в седьмом году мне и там и мы с женой все время советовались по этому поводу оказалось что ты прав понимаешь там и так далее сейчас он все понимает и все знает ну чё он что-нибудь сказал против них конечно нет я скажу они меня сразу посадят он все прекрасно понимает вот ну и дураки которые ничего не понимают собственно вот дураки это как раз вот эти так сказать рафинированные ватники и есть остальные прикидывают на пиджак в одни ватник одевает конечно есть пути размерств валюту начнется общей мобилизации куда-то убежал нам что делать что-то не хочется помирать защищает деньги жизни этого мерзавцы как что делать в 100 приказу слад безусловно безусловно как только начнется общей мобилизации нужно идти вооружаться и проводить соответствующую работу то есть как как в свое время большевики поработали в советах солдатских депутатов вы же вы же помните наверное тоже то же самое нужно делать безусловно вы вы же понимаете что в армии командует на самом деле полковники и сержанты все там нет больше командиров там вот он вот ближайший командир и вот командир не не некуда некой структуры высшей высшей гей горе до подразделения да ну уже все вот а а дальше туда когда это вы укатывает в соединение там там нет власти на самом деле какая-то может быть власть вот полковники и сержантам же штабы работа там работают уже эти генералы поэтому мы может прекрасно помним это я помню александр иванович лебедь мне рассказывал как это случилось как они перешли на сторону верховного совета то есть я знаю это не по телевизору лично от него и поэтому здесь будет то же самое это с письменным приказом который или что-то да нет да на самом деле там как когда он выдвигался уже они приняли решение в том числе и грачу что они выдвигаются туда и берут под а это до этого они они раз это было разводя к саму натурально то есть лебедь двигал на самом деле у него звание было выше полковника но ты понимаешь от десантное подразделение по численности полковники в обычной регулярной армии в пехоте большим даже по количеству подразделением командует понимаешь а здесь вроде как соединение но она там ну как как обычно бригады там какие чем десантный десантку штурмовая поэтому когда они пришли их на самом деле немного было но они они уже в большинстве своем знали какую задачу они будут выполнять они туда для этого и ехать по поводу мобилизации мобилизации могут объявить только тогда когда объявит воевать военное положение или что такое войну в общем то даже военное положение не 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 повод для мобилизации не а это может частично и мобилизация на отдельным приказом может быть вели верховного главнокомандующего даже министра барана не сдался как-то обосновать они же ее будут обосновывать как мог мобилизационный приказ для там чего-то того-то там ученики ну опять врать да будут врать конечно то есть они могут часть людей собрать нет проблем со мне удивляет даже в тех местах где ну собственно врать смысла не имеет вот с курсами валюты мы все равно врут они уже не могут остановиться мне страшно ты против путина или против путинизма так как двадцать двойников ты для меня не один и тот же человек на самом деле это же бренд путин 21 ли он это не имеет никакого значения то есть в любом случае этот путин в двадцати лицах или в одном лице должен предстать перед трибуналом и все и все те кто стоит за ним рядом с ним и так далее вот а уж после того как произойдет это нам еще придется защищать людей которые похожи на пути ну да да как как вы вообще ни при чем как в этом карпа все время прикололся над мастера маргарита что в саратове когда волан до ловили в саратове арестовали володина маргарита очень любил это вспоминать ну вот я надеюсь повторится по-булгаковски все слово-слово-слово вичлав как вы думаете у путинской брат вы как вы думаете у путина уже есть план как он будет валить двадцать четвертом году со своей братвой я вижу я вижу что путин так далеко не мыслит он не стратег он не то что до 2024 года он вот он в январе не знает что будет а вот то что вот высказал балашов по поводу вот своей теории что может быть он вообще не планирует дальше двух там лет трех если у нее действительно проблему созданную может быть но он никогда не планировал он он всегда рассчитывал вот на ближайший как бы промежутка времени а там как кривая вынесет у него нет стратегии ты же видишь как она как держаться как можно определить стратегию политика вот как ее можно определить вот вот наполеон наполеон на острове святой елены когда этот капитан его спросил что вы считаете самым великим что вы сделали там в своей жизни чё сказал помнишь кодекс наполеона кодекс наполеона скал не все эти битвы которых он там миллион провел не там не африканский поход там не русский уж не дай бог не ватерлоу а кодекс наполеона почему потому что это был государственный деятель и политик и эти действия были системными то есть его путин конечно же не наполеон и у нее нет там 50 битв как у наполеона грандиозных безусловно нет у нее одно это нет поэтому у него остается только вот та часть которая тоже была у наполеона то есть закона творчества каким образом политик реализует свои мысли на государственном поприще через законы но какой у путин кодекс наполеону ну помилуй бог ну обхохочешься вы посмотрите все законы которые двигали состав путин к не вообще отношений никого не имеет от понятно что он даже может их и не читал его может и читать не умеет разучился но то что двигалась она тут же отрицалась приходила новая групп каких людей и отрицала это прежнее и нет никаких законов которые бы в системе который можно было бы хотя бы кодифицировать то есть создать систему законодательства нет системы законодательства все в разнобой то есть и иными словами путин не представь не шамшит в этом деле не имеет ни малейшего представления о государственном строительстве один из предметов которые он изучал в юридическом институте называл советское строительство но иными словами государственное строительство а также теории государства и права вот я уверен что он не знает эти предметы, иначе бы он не попал ногами в жир, как он попал. Поэтому говорит, что он там что-то может, вообще забудьте, он не может ничего. Был бы он там, я не знаю, каким-нибудь хлебопеком, и вот сейчас бы стоял у власти, говорю, ну да, он там как-то мыслит по-своему, что-то он как-то двигает страну там вот по-своему. Но он юрист по образованию, и он должен страну двигать классическим способом, которым двигал артиллерист Наполеон, то есть через законы, а он не двигается через законы, потому что он не знает, как это делать, и не имеет об этом ни малейшего представления. Самое главное, не хочет иметь представление, потому что нет стратегической мысли. Вот представься, хлебопек, который имеет стратегическую мысль, какую-то одну. Он говорит, я хочу вот так и вот так сделать. Он приглашает скорость всех, да, семью хлебами. Он собирает людей, которые в этом понимают, которые знают, как создать систему законодательства, которая даст такие возможности. То есть это должно быть финансово-экономическое какое-то законодательство, и обоснование тому, там где-то убрать налоги, где-то наоборот добавить, где-то что-то. Это должна быть техническая часть, а соответственно, значит, вот такие законы, постановления, указы должны родиться, и так далее. То есть это система мер должна быть. Все, нет никакой системы мер. Ни по какому вопросу. Даже по борьбе с терроризмом. Он там, КГБшник, такой замечательный борец с терроризмом. Даже здесь нет системы мер. Ну ничего, чувак, не знает, ну что же. Давай последний вопрос, наверное, а то мы сегодня передали. Вячеслав, что за книги у вас за спиной? Да мы говорили, какие там книги сейчас. Вот военные эксклопедические слова. Набор просто книжек. Да, это часть из моей библиотеки, которую мы вот в прошлом году вещали из моего кабинета. Там у меня, в общем-то, библиотека. А здесь вот часть привезли, чтобы такой антураж был какой-то за спиной. Вот мировая история войн. Очень, кстати, хороший миф народов мира. Там вот энсклопедии различные и так далее. Ну они, кстати, удобные взял. В основном там словари, конечно. Словари и, в общем-то, все, что быстро открыл и посмотрел. Слав, ты был там тоже и ничего не сделал. Это насчет власти. Я был там тоже и сделал очень многое. Я могу только один пример привести. Когда я перестал быть заместителем председателя Думы, встретил, я как-то рассказываю тебе, да, шел по улице, несколько месяцев прошло, как я не депутат, не зампредседателя, встретил руководителя протокольного отдела Думы. Ну, привет, там, туда-сюда. И я говорю, ну что там, отделались от меня? Он говорит, да, слава богу, смеется. Я говорю, что со мной было плохо работать? Он говорит, да нет, работать было классно. Ну, говорит, тяжело. Я говорю, а что тяжелого было? Он говорит, ну ты понимаешь, половина документов Думы из твоего офиса выходили. Я очень сильно удивился, говорю, как так? Он говорит, так. Ну и показывает мне. А это при чем? Не-не-не, это не через несколько месяцев. Это через два дня. Это я за вещами приехал. И он мне открывает эту книгу регистрации. Ну, входящий и сходящий показывает по номерам. Там что-то, я уж не помню, тысяча... Ой, три тысячи семьсот. Я же сейчас врать не буду. Сколько там, семьсот, это мои? А такое же число, только на шесть единичек больше, это все остальные думские документы. То есть, вот они. Поэтому, в общем-то, мне не стыдно абсолютно. То есть, я работал и везде работаю, и сейчас я работаю. Вот с вами здесь. Поэтому мне как бы не стыдно за то, что я делал. И я рассчитываю, что я еще смогу пригодиться. И уж точно не как Путин. Поскольку у меня есть стратегическое мышление. Я вижу, я рассказывал о том, что мы будем делать, когда придем к власти. Нам, правда, ни разу это не удавалось сделать, потому что мы не были у высшей власти. Вот я, допустим, в 1996 году был автором закона о местной милиции. Его кто-нибудь принял? Нет, его никто не принял. Почему? Потому что там выборность руководителем местной милиции и так далее. Ну и много других совершенно по мнению этой власти немыслимых документов я родил. Но они не приняты, ни один из этих документов. Но это не значит, что они не будут приняты, когда мы придем к власти. Спасибо. Спасибо. Спасибо.